Субтитры создавал DimaTorzok из Ахлю-Сунны задали нам несколько вопросов про личность этого человека и хотели узнать мнение шиитского масхаба относительно Муави ибн Абу-Суфьяна. В первую очередь благодарим уважаемого шейха за то, что он принял наше приглашение и сегодня будет выступать в качестве спикера и будет отвечать на эти вопросы. Шейх Курбан, вы можете, в принципе, открыть микрофон и начать говорить. Я сейчас буду озвучивать. Вы сначала поприветствуете, а потом я озвучу вопрос, и вы приступите к ответам. Саламу алейкум, рахматуллах и барахиату. Приветствую всех. Я к вашим услугам. Саламу алейкум, рахматуллах и барахиату. Задал нам. Гласит. Почему шииты оскорбляют Муавию, да будет доволен им Аллах, если он является сподвижником пророка? Саламу алейкум, рахматуллах и барахиату. Я к вашим услугам. Саламу алейкум, рахматуллах и барахиату. Ну, во-первых, начнем с того, вообще, что такое оскорбление, да, вообще, что здесь подразумевается под оскорблением. Под оскорблением подразумевается приписывание человеку каких-то качеств, каких-то особенностей, которых у этого человека на самом деле нет или же нет. Или мы описываем его тем, кем он был на самом деле, тем, кем его описывает священный Коран, тем, кем его описывал, его светлый посланник Аллаха и другие наши религиозные авторитеты. Естественно, вопрос, то есть, оскорбление в первом виде, в принципе, отпадает. Почему? Потому что мы говорим о нем ровно то, что было в реальности. Если мы говорим относительно него ровно то, что говорит священный Коран, и ровно то, что говорит сунна, то, что говорит ислам, не более того, является это оскорблением или не является оскорблением, это уже другой вопрос. То есть, для начала нам нужно определиться с тем, что такое, в каком смысле происходит оскорбление. В нашем учении, в принципе, запрещено и недопустимо клевета в адрес кого-то, наговор в адрес кого-то. То, что мы делаем, это то, что мы описываем взгляд ислама на тельные личности или на тельные события или на тельные вопросы. Это, во-первых. Во-вторых, почему у нас негативное, да, давайте так поставим вопрос, почему у нас негативное и отрицательное отношение, я бы даже сказал бы, очень отрицательное, крайне отрицательное, крайне негативное отношение. У вас связь оборвалась, по ходу дела. Шейх, нас слышно? Да, это у меня со связью, видимо, какие-то проблемы возникли. Да, отвечая на этот вопрос, мы, скажем, довольно-таки коротко, я, по крайней мере, постараюсь сказать довольно-таки коротко. Почему? Потому что этот вопрос крайне ясный и понятный. Здесь особо нет никакой необходимости углубляться в историю, какие-то другие какие-то вопросы поднимать. Все очень просто. На протяжении всей посланнической миссии его святлости посланник Аллаху, кроме последних двух лет и даже менее двух лет, Муавия ибин Абу-Суфьян враждавал с исламом, убивал мусульман, враждавал с его святлостью пророком Мухаммадом. Этот человек принял ислам только после того, как Мекка была взята. Естественно, что его положение совершенно понятное и очевидное. Это один из туляка, то есть освобожденных пророком, салаллаху алейхи и алейхи и алейхи салям, после того, как те потерпели поражение. То есть его ислам абсолютно никого доверия не вызывает. Это человек, который на протяжении всей своей жизни сражался с пророком до тех пор, пока не потерпел. Самое, что на ней не на есть, ясное, очевидное и физическое поражение. После взятия Мекки, этот человек, ради того, чтобы, как и в принципе многие бекканцы, ради того, чтобы пророк оставил их, то есть пророк простил им их преступление, они приняли ислам. Что происходит после этого? То есть его ислам никакого доверия не вызывает. Во-первых, когда приходит к власти человек, который является мирилом верой, обратите внимание, и вот это вот то, что Алибна Виталий является мирилом верой, это единогласное мнение всех мусульман. И по этому поводу абсолютно никаких разногласий между мусульманами нет, будто те шииты или суниты. Почему? Потому что до нас дошли предания, огромное количество преданий, достоверных преданий, которые говорят о том, что Алибна Виталий является мирилом веры. Его светлость посланник Аллаха, салалаллаху алейхи и алейхи и алейхи и алейхи и алейхи и салам, И хадисов на эту тему огромное множество. И также его сведлость посланник Аллаху, эти же слова сказал немножко в другой форме, что тот, кто причинит тебе беспокойство, тот причинил беспокойство мне, пророку. Или он сказал, тот, кто ругает Али, тот ругает меня. Поэтому совершенно единогласное мнение существует между мусульманами, что верующие дружат с Алибином Виталиевым, алей-иссалатусалам. И вот это вот суннитское толкование хадиса Кадирхум, где его сведлость посланник Аллаху, алей-иссалатусалам, говорит «Мэн кунт мауля фагада алиюн мауля, кому я являюсь мауля». И тому Али является мауля, и сунниты толкуют мауля как друг. Друг, да, пусть будет друг, хорошо, согласимся, хотя это ни в коем случае не оспариваем, что он является другом. Мы говорим, что больше, чем другом, но и другом в том числе. Если мы возьмем это толкование и это понимание данного хадиса, хадиса, который достигает степени таватора и вдостоверенства, которого абсолютно ни один мусульманский ученый не усомнился, и не посмел усомниться, то в этом хадисе ясно и двусмысленно говорится о том, что Али-бнавитальево, алей-иссалатусалам, является другом всех верующих. Если кто-то не дружит с ним, чьим-то другом Али-бнавитальево, алей-иссалатусалам, не является, то никакой веры у него нет, у него не может быть веры. Так или иначе, хадисов, в которых говорится о том, что... И, кстати, ни про одного из подвижников этого не сказано. То есть это именно отличительная особенность Али-бнавитальево, алей-иссалатусалам, что он является мирилой верой. То есть редко можно обнаружить человека в исламском учении, который был бы мирилом верой, отношение к которому было бы мирилом верой. То есть любовь к которому была бы признаком веры, вражда к которому была бы признаком неверия или лицемерия. Но одним из таких людей, одним из немногих таких людей, является Али-бнавитальево, алей-иссалатусалам. А что мы обнаруживаем? Какое отношение у Муавии к Алибинамбуталеву? Он поднимает против него меч. Он ругает его в своих пятничных проповедях. Это опять-таки хадисы и предания об этом дошли до нас. И ни один историк, ни один мусульманский ученый не усомнился в том, что Муавия сражался с Алибинамбуталевым. Сражался. Сражался с пророком. Сражался с Алибинамбуталевым. После того, как Алибинамбуталев стал мучеником, пал мучеником, шахидом, Муавия продолжил сражаться с его сыном, с Хасаном Алибиналей. Муавия умер. Назначил вместо себя своего сына Язида. Язид продолжил сражаться с семейством посланника Аллаха. И был причиной убийства его светлости имама Аусейна Алисалу. То есть, как мы ко всему этому должны относиться? Отношения вполне однозначные и понятные. Поэтому я не думаю, что здесь есть какие-то сложности в понимании этого вопроса. Все предельно ясно и понятно. Спасибо, Шаих Курбан, за ответ. Прежде я бы хотел уточнить один момент для наших участников. Хотел бы подчеркнуть цели нашего чата, что, приглашая знатоков, ученых, мы не преследуем цели кого-то обидеть чью-то религию или чье-то течение. Мы всего лишь отвечаем на вопросы, которые нам вправе задавать любой участник нашего чата, независимо от его религиозных убеждений или отсутствия таковых. Сейчас я перейду ко второму вопросу. Второй вопрос таков. Почему шииты считают, что Аль-Хусейна, то есть имама Хусейна, алейхиссалям, убили сунниты, если Муртазаму Тахарли в своей книге «Имам Хусейн и анализ двух героизм» пишет? И без сомнения, что население Куфы было шиитами Али-Ибн Абуталиба и имама Хусейна. И имама Хусейна убили его же шииты. Пожалуйста, своих. Ну, вообще, мнение о том, что шииты считают, что его светлость имама Хусейна и Аль-Хусейна убили сунниты, это, в принципе, неправильное мнение, неправильная точка зрения. Почему? Объясню. Ну, потому что, возможно, среди обывателей, среди простых шиитов и бытует подобное мнение, но вряд ли можно от ученого встретить подобное мнение, что имама Хусейна, алейхиссалям, убили именно сунниты. Почему? Потому что все очень просто. На тот момент, то есть это примерно середина первого века, на тот момент никаких суннитов в принципе не было. То есть суннизм возник намного позже, где-то примерно третий век, середина третьего века возникновения. То есть это где-то вот конец второго, начало третьего, середина третьего, вот в этих отрезках суннизм как таково и возник. Например, что мы подразумеваем под суннизмом? Это тот же ашаризм. Абул Муса, прошу прощения, Абул Хасан Аль-Ашари, он жил намного позже этих событий, поэтому никаких суннитов на тот момент не было. Да, была определенная группа, которая была привержена Аль-Вейту, привержена Алибнабеталеву, алейхиссалям, и его потомкам, и которые были известны как шииты. И были все остальные мусульмане, вся остальная масса мусульман. Поэтому никаких суннитов на тот момент не было, и поэтому совершенно несправедливо утверждать о том, что именно сунниты убили имама Хусейна, алейхиссалям. Что касается того, что покойный шаид Муртаза Матахари написал в своей книге, что именно шииты убили имама Хусейна, алейхиссалям. Но опять-таки, как бы здесь есть ошибка, ошибка, совершенная самим Муртаза Матахари, ибо, обратите внимание, сам Муртаза Матахари, если кто-то читал эту его книгу, он ссылается на слова самого имама Хусейна, алейхиссалям, который, обращаясь к войску, которое препятствовало ему продвижению, его продвижению в сторону Куфы, он, обращаясь к этому войску, к этим людям, сказал, что... Он сказал, или дайте мне дальше пройти, то есть в сторону Куфы, или же дайте я вернусь обратно, в Мекку. Но они не соглашались, то есть они говорили, что нет, мы тебя не пустим ни в Куфу, ни обратно. То есть они ему препятствовали. И здесь имам Хусейн, алейхиссалям, обращаясь к войску, говорит, что... Говорит, что вы сами написали мне письма. То есть я не сам, не по своей, так сказать, инициативе направился в сторону Ирака, в сторону Куфы. Говорит, что вы сами написали мне письма, приглашали меня, чтобы я возглавил и стал вашим лидером и правителем. А теперь, если вы не согласны, говорит имам Хусейн, алейхиссалям, если вы не согласны с тем, чтобы я стал вашим правителем, то просто дайте мне уйти обратно. Дайте мне уйти в сторону Мекки обратно. Но в этих же преданиях в дальнейшем... То есть Муртезам и Тахари ссылаются на то, что имам Хусейн, алейхиссалям, когда говорил эти речи, говорил, что вы сами написали. То есть обращаясь к этому войску, говорит, что вы сами мне написали. Но из войска вышли люди, которые стали спрашивать, а кто тебе написал эти письма? И имам Хусейн, алейхиссалям, дал им эти письма, и они говорили, что среди нас нет этих людей, которые тебе эти письма написали. Поэтому в этих же преданиях, просто, видимо, Муртезам и Тахари не проявил должного внимания, в этих же преданиях и говорится, что этих людей, которые написали эти письма, в принципе, не было в войске. Помимо этого, у нас есть предание, где имам Хусейн, алейхиссалям, обращаясь к этому войску, говорит, Я-ши-это али-аби-исуфьян, о-ши-и-то семейство Абу-Суфьян. Он не говорит, о, мои шииты, почему вы меня убиваете. Он говорит, о, шииты семейство Абу-Суфьяна. Ибо совершенно очевидно и понятно совершенно любому историку и исследователю истории, что это были люди Езида, были люди семейства Абу-Суфьяна. Тот же Убейдуллах ибн-Изиад, сын Зиады ибн-Изиад, который был провозглашен братом Муави. То есть это в каком-то смысле племянник Убейдуллах ибн-Изиад, который отправил это войско, подготовил и отправил это войско на встречу с имамом Мусейн, в каком-то смысле племянник Муави. Хорошо, Убейдуллах ибн-Изиад поручил собрать войско Умар, Умар ибн-Саад ибн-Ибн-Абли-Ваккасу. Поручил собрать войско Умару. Умар собрал войско. Умар вообще никакого отношения к шиитам не имеет. Это сын Саад ибн-Ибн-Абли-Ваккаса, Саад ибн-Ибн-Абли-Ваккас, который не пристегнул его светлосалибна виталий валий салата ва саламе это его сын как сын сады нового паса умар который не не был сторонником семейства посланник аллах мог бы собрать войско из сторонников семейства потому что они были разные по разную сторону никакого отношения умар 50 не имел к шиитам и к шиитскому джамияту шиитскому обществу куфы и вообще ирака естественно умар бен сад собрал войско из я приведу пример да как вообще войско собирается когда в сирии сражались вот эти известные до группировки они чтобы пополнить свои ряды в том числе освобождали тюрьмы то есть они освобождали из тюрем преступников вручали им в руки и оружие и присоединяли их к себе чтобы они сражались вместе с ними умар висад сделал нечто похожее он просто гнался искал людей которые вы которые бы были бы заинтересованы в наживе и поэтому большинство войска были люди которые пришли за наживой зачем-то пришли туда большинство основная масса именно поэтому мы видим ужасные сцены когда у убитых людей отрезают головы чтобы пойти и преподнести эти головы езиду чтобы взамен на это получить какое-то вознаграждение виде золотых монет или еще чего-то и поэтому мы видим интересные вообще удивительнейшие сцены как люди дерутся за эти головы как люди всячески ценят вот этого добычу в виде головы одного из членов семейства посланник аллаха саму лаврали это были люди в основном которые гнались за нашим естественно что у марвине сат совершенно не смог бы собрать войско именно из сторонников семейства посланник аллаха саму лаврали это не было это было невозможно а те люди теперь обратите внимание очень важный момент а те люди которые писали письма да они сглупили они совершили ошибку бы причем очень большую ошибку их ошибка заключалась в том что они остались в куфе они могли бы большой массой выдвинуться на встречу к имаму сейн алей салат вассалам и защитить его но они предпочли остаться в куфе и ждать пока сам имам сейн алей салат придет к ним и эти люди которые писали письма известно как тауабин их основная масса тауабин который после событий кирбилы эти тауабины они пошли войной на изида в первую очередь на увидела изиада и погибали на этих в этих воинах эти люди погибали отдавали жизнь то побит известный как тауабин эти люди писали письма поэтому основная масса людей которые присутствовали в то есть все все это войско было собрано у марби садом какой который никакого отношения к шиитами и к сторонникам и любить или им салат вассалам не имеет и собирал он в основном войска из людей враждебных к семейству посланник аллаха из людей которые в том числе и гнались за ножи спасибо большое шеф хотелось бы перейти к следующему вопросу он таков и кто убил али ибн абу-талиба если жители куфы предали али да будет доволен им аллах и убили его рот включая даже аль-хасана да будет доволен им аллах честно говоря и непонятна связь то то есть кто убил али ибн абу-талиба леса от вассалам есть жители куфы убили семейство посланник аллах я так понимаю что этот вопрос он напрямую связан с предыдущим вопросом брат видимо имеет ввиду что те же самые куфийцы которые убили али ибн абу-талиба впоследствии убили имама асана алейхиссалям и имама хусейн алейхиссалям я думаю что это скорее всего является продолжением они отдельно вопрос на него вы уже ответить в принципе до этого вопроса да у нас очень много да если есть что добавить да то есть по поводу того кто совершил этот ужасное преступление убийство его светлости аль-хасана алейхиссалям то войске его свет с аль-хасана алейхиссалям алейхиссалям во время войны с муавией были разные люди и очень большая масса людей которые поддержали то есть обратите внимание в куфе жили люди которые не только в куфе в других частях мусульманского мира жили люди которые которым очень сильно надоело власть аммиядов что я имею ввиду я имею ввиду османа османа то есть осман это первый из аммиядских правителей очень сильно надоело и они были против этой власти и именно это привело к убийству османа то есть они окружили его дом долго держали его дом в осаде не давали ему продуктов не давали ему воды и в конце концов убили его османа убили то есть вот это вот недовольство власти османа она была распространена на тот момент в исламском мире и когда к власти пришел его светлость алибнаби талиб алейхиссалям то многие люди вступали в его войско не потому что они были сторонниками шагитами дать так сказать сторонниками а любит просто были недовольны властью аммиядов и хотели изменений обществе и в числе этих людей которые примкнули к его свеклу на водолюбе салами были ученики абдуллах ибнмасуда и абу мус Josar и это два известных и выдающихся сподвижников его связnel с посланник однако collocins не ученики оливы оливы не сторонники семейства посланник аллах а ученики абдулла иблина суда и абу мусы ашкари эти люди примкнули они известны были тем что они то есть абдулла иблина сучами звезд до мусульманскому миру тем что он был знатоком священного корана абдулла иблина суд известен именно священном коран так вот ученики этих сподвижников они тоже были знатоками священного корана они все знали его наизусть и много времени тратили за чтением проводили за чтением священного корана так вот вот эти люди которые принципе не были шиитами как потом не были сторонниками семейства посланник аллаху салала у нее была совершенно другая идеология то есть по-другому они воспитывались по-другому они развивались и вступив в войско алиблина биталия салам они стали жертвой хитростей и уловок мавии и в конце концов подняли мечи против его святос алиблина биталия салам они известны как хариджит и хариджит это ученики абдулла иблина суда и абу мусы ашкари это их ученики именно они их такими воспитали какими они стали конечном итоге и это кстати очень хороший исторический урок того что когда ты отделяешь а любит от корана что происходит почему потому что абдулла и ибин масуд и абу мусы ашари они естественно к любит никого внимания не уделяли их все весь их акцент в религиозном просвещении был акцентирован на священном коране и в итоге мы получаем вот хариджизм вот это хариджизм это плод того что мы коронизм до каком-то смысле хариджизм это плод коронизма современном его смысле когда мы отвергаем ахлебейт когда мы отвергаем истинных толкователей истинных знатоков священного корана так вот они известны как хариджиты и они пошли войной на его святосалебна виталиб алейсалат вассалам в итоге там долгая история всех деталей не рассказываю случилось случилась битва при нахроване и некоторые выжившие в этой войне со стороны хариджитов они поплелись убить мама ли алейсалат вассалам и одному из них это удалось и он нанес тот злосчастный удар в месяц рамадан то есть это по поводу того как пал в мученической смерти его святосалебна виталий в алейсалат вассалам спасибо большое шейх я хочу донести до наших участников во первых хочу еще раз поблагодарить за то что они в таком количестве сегодня нас слушают сегодня нас слушает 96 человек слишком много сегодня людей хотят задать вопрос и поэтому я не буду открывать микрофоны чтобы избежать дискуссий потому что сегодня формат у нас не дискуссионный мы пригласили шейха чтобы послушать его задаем мы вопросы в чате я буду их озвучивать сверху вниз и прошу всех задавать вопросы исключительно по теме ну можно там плюс минус недалеко отходя от этой темы потому что все таки у нас голосовой час сегодня имеет свое название попрошу писать в чат так я начинаю зачитывать вопросы тогда сверху вниз буду зачитывать вопросы исключительно по теме сразу говорю чтобы не отходить вот первый первый вопрос по теме сверху был ли муави писарем пророком ухам садом ну давайте сами а логически размышляем над этим муави я встала мусульманину в принципе только то есть за примерно два года до кончины его светлости посланник аллах салаллах то есть после взятий микки это примерно два года чуть меньше двух лет после принятия ислама то есть на протяжении вот этих вот более двадцати лет пророческой миссии о мусульмане принципе не был да и все приказы понимают что он не мог быть вообще принципе при писи писи писарем на протяжении этих лет а после того как он принял ислам его святость посланник аллах салаллах али салам вернулся в то есть после завоевания микки вернулся в виде муави оставался медине и вообще когда он мог бы и в принципе когда он успел бы когда он смогу вообще принципе успеть записывать откровение это конечно довольно таки удивительно и поэтому вот версия о том что он был писцом священного корана она конечно же выдумано и выдумано это версия для того чтобы хоть какие-то какие-никакие достоинства приписать муави ибо в сундицком мире среди хадисоветов это известный факт что муавиа среди халифов мавиа это один из наверное немногих людей как про которого вообще нет ни одного хвалебного хадиса спасибо шейх я сейчас зачитаю следующий вопрос по теме я еще раз прошу очень наших участников не поднимать руки в голосовом чате дабы избежать путаницы во первых мы сейчас не можем определить кто первым поднимал руку поэтому самым разумным и справедливым образом будет выбирать вопросы сверху вниз кто первым написал в чате текстом и так по очереди спускаться вниз есть вот один вопрос он конечно не совсем по теме но все-таки мне бы самому тоже было интересно задать этот вопрос вопрос таков по теме об убийстве аиши госпожи аиши кто убил и почему это скрывается от суммитов по поводу убийства я не встречал по крайней мере каких-то вот серьезных исторических фактов по этому поводу но до фигурирует некоторых источниках версии о том что мавия мавия потому что как мы все прекрасно знаем между амиядами и семейством и абу-бакрам и семейством абу-бакра была вражда вообще всегда всегда была неприязнь взаимная и вражда абу-суфян после того как абу-бакр стал халифом приходил к его святосалибна батали валий салат вассалам и предлагал ему свергнуть абу-бакра аиша когда осман пришел к власти всячески пыталась свергнуть также его то есть это эти истории также нам известны что она призывала убить его то есть одним из тех кто издал фетву об убийстве османа был была иша то есть это вражда у них было и есть версия о том что в отместку за это то есть в отместку за все это то что сделала и шана людей против усмана и издал ответ в его убийстве хотя после того как усман был убит она также в политических своих целях преследуя цель навредить алюмина виталий валий салат сам также подняла вот этот флаг мести за усмана но и смотря на это все приказы знали что одной одной из причин убийства усмана была аиша и поэтому есть версия о том что мавия до послужил причиной послужил плачины убийства аиши по поводу предыдущий вопрос я кое-что добавлю вот этот хадис где говорится что мавия был писем что записывал откровение в этом ходите говорится о том что это откровение было не спосла на то есть то откровение которое записал мавия откровение было неспосла на когда пророк саллах алейхи вали сам женился на его сестре на ума бига но как сами у сунитские ученые об этом говорят в частности новови в толковании саги муслима пишет об этом что когда ума хабиба вышла замуж за пророка мавия на тот момент еще и в принципе не было мусульманину чтобы еще откровение записывать чтобы еще и писцом откровение быть поэтому это признаки того что это все выдуман истории выдуманные выдуманные достоинства приписываемые муавии спасибо шеф вот с автора предыдущих первых вопросов еще один вопрос поступил я его зачитаю с вашего разрешения насчет того что муавия хотел получить убийц я так понимаю он хотел написать проучить убийц усмана да будет доволен им аллах то есть я так понимаю брат хочет сказать что причиной войны между муавии и али ибн абу талибом была месть за усмана вот по поводу этого хотелось бы услышать ваши ваши ответы но очень интересно да то есть когда это конечно правда я почему потому что все таки какое-то какое-никакое уважение есть к муавии да у большинства мусульман называемых суннитами и естественно они такие серьезные проблемы же не могут в принципе совершенно игнорировать это очень большая проблема это очень серьезная проблема и они не могут как бы в корне это все игнорировать и вынуждены что-то в так скажем в оправдание придумывать но как бы это то же самое что сказать что допустим давайте представим на место его света солим на вытоливали сад сам пророк вы то есть мавия враждует с пророком и вы говорите что но он вот каким-то вот таким какие-то причины придумывать хорошо эти причины допустим у него были но как это в принципе решает проблему как это в принципе оправдывает его это никоим образом оправданием быть не может выражда салибина в торговом является лицемерием и отношение к алибина битали более сад сам согласный исламский источник является мерилом и признаком бир берилом веры как человек относится к его света салибина то есть этим критериям критериям верующего человека до критериям верующего человека то есть любовь к нему является критерием любви к критериям веры а вражда и неприязнь ругань любая любое негативное отношение к алибина битали в алей салат а салам является признаком лицемерия любой негативно даже чуть-чуть если во времена его святость посланник аллах салалах алисам какой-то малейшая критика или малейшая неприязнь была к его святость алибина битали в алей салат а салам тут же пророк ослаждал своих сподвижников известная история все это знают и рассказывают с унисской проповедники о том что халид бен галид критиковал его святость алибина битали в алей салат а салам за какое-то решение принято и им во время сражения после сражения точнее за решение то есть там решение касалось деления добычи военной добычи на либина битали в алей салат а салам будучи руководителем войска будучи командиром войска он принял определенное решение по поводу деления военной добычи и халид аль-валид подговаривал других сподвижников чтобы они пожаловались на его решение на пророка чтобы они жаловались по поводу этого решения пророку и пророк салалах алисам услышав эту критику очень сильно разозлился и сказал что вы хотите али али от меня а я от али и другие слова то есть там есть в ахуа валию кули муминен в ахуа валию кули муслимин мимбады что он является пусть будет другом каждого верующего после меня пусть будет друг то есть мы видим что любая критика которая была в отношении или любая неприязнь озвученная в сторону любая критика озвучена в сторону алибина битали в алей салат а салам посланником аллаха значит и исламом воспринимается крайне негативно его святость посланник аллах салалах валерью сам по этим поводом злился злился то есть а то что двигала халидом ибин аль-валидом когда он жаловался на либина битали в лесу сам и что двигает муавий когда он идет на войну и на либина битали в лесу салам это уже не важно абсолютно не важно какая разница как это оправдывает мотивы как оправду никоим образом оправдывать не могут и то что все это было политический ход то что делал мавия этого всего лишь политический ход это был повод захватить власть отнять его у семейства посланника аллаха и прибрать к своим рукам об этом говорит тот факт что после того как мавия пришел к власти никто не был наказан кого он наказал кого он наказал за убийство усмана никого поэтому это во первых никак не оправдывает во вторых это всего лишь был политический ход со стороны мавии не более того а единственное что им двигало это желание прибрать власть к своим рукам ну хорошо вот ушел из жизни его свет салибина битали в лесу сам почему мавия продолжал почему мавия продолжал сражаться с его сыном с и имам хасаном алей салат висалам после того как имам хасан алей салат висалам проиграл войну suspense и он был вынужден заключить мирно договор с маме и согласны этому мирному договору это был это было соглашение ан договор и в этом договоре было прописано что мавия не имеет права никого из них никого назначать принципе не имеет право после себя но мавия что делает он назначает после себя своего сына алкоголика резида резид это известный алкоголик известный фасик известный человек который отрицал в принципе ислам и мечтал о том чтобы вернуть мусульман во времена джахилии когда он когда ему привели головы семейства посланник аллах салала ли сам он засчитывал стихи который говорил что сейчас бы мной гордились бы мои предки которые были убиты в бадре в бадре как вы знаете у него были убиты дядя его и дедушка его со стороны матери он говорил о том что мои предки которые были убит в бадре при бадре в битве при бадре они мной гордились сейчас поэтому как бы вообще вот это вот мавиа да что он из себя представляет не для одного разумного человека не должно быть секретом что это вообще за человеку был поэтому попытки его оправдать как-то все это это всего лишь не нужно никому не нужная возня это отрицание самых очевидных исламских истин вот еще в продолжение этого же вопроса далее следует брат говорит что первый с войском нашам пошел именно имам али алейхи сарам и муави ни единого плохого слова не говорит о али довольно мало есть хадис и достоверный но смотрите обратите внимание к власти пришел в бакар и я хочу сказать что вашими от ваших вопросов да я это для вас говорю я не хочу вас не хочу обвинять и как бы что-то вам приписывать просто для вашего же собственного для вас же самих для вашей вашей же собственной выгоды и пользы говорю что попахивает здесь недолюбливанием это очень плохо для веры и ислама человека я объясню почему обратите внимание когда вы этому человеку который задает вопрос и вообще в принципе сунитам зададите вопрос что когда абубакр пришел к власти и некоторые мусульмане отказались платить закат что сделал абубакр он их убил и вы говорите что это было правильно то что они отказались платить закат это было поводом того чтобы с ними сражаться потому что если бы абубакр уж пошел бы на уступки там это все продолжал до что другие потребовали бы еще чего то здесь вы даете право правителю халифу скажем так как бы своих противников тех кто отказался ему подчиняться и отказался платить ему закат убивать их даете такое право а что в случае с алибином витальевым он стал халифом и огромная территория на границе с византией под влиянием и под руководством муави принципе не то что закат платить принципе не признает и отказывается подчиняться принципе отказывать отказывается подчиняться и естественно правом халифа является сражение с этим человек сражаться с этим человек почему потому что он отказался подчиняться халифу спасибо большое следующий вопрос тоже по теме почему имам хусейн мир ему если не ошибаюсь отдал власть море да это то есть отдал власть это не совсем наверное верно и не совсем правильно имам хасан алейсалат вассалам сражался с муави до тех пор пока мог сражаться пока мог сражаться он сражался и тогда когда имам хасан алейсалам в принципе потерял войско по разным причинам то есть там очень много деталей очень много моментов которые ну так или иначе вот это вот война с мави привело к тому что имам хасан вообще остался без войска он остался без войска вокруг него были верность подвижники но войска боеспособного войска которая способна было бы продолжать сражение у него уже а тот момент не было и он вынужден был смириться с вот этим военным поражением но имам хасан алейсалат вассалам он принципе опозорил мой с этим соглашением почему потому что он выдвинул определенные условия в этом соглашении самое известное самое значимое то чтобы муави не назначал после себя никого что он правят и умирает и все и больше него больше никто и никого по себя не назначает и власть переходит в семейство посланник аллах главный самым знаем как с этим соглашением поступил да да одним из важных пунктов на следующий вопрос если мы вас еще не утомили да 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 он продолжим вопросов очень много на самом деле некоторые из них вообще не по теме поэтому я их не рассчитываю потому что по каждой теме у нас будет отдельный чат с разными знатоками и если у вас уважаемых участников будут все еще эти вопросы актуальны они смогут всегда обратиться следующий вопрос проклинал да это известный факт то что мави проклинал его свято-салям на обитали боли салат вассалам я бы сказал неопровержимый факт исторические его то есть игнорируют и отрицают только самые упрямые люди это исторический факт если кто-то хочет на эту тему подробно ознакомиться у нас есть очень большой материал на сайте . ру в разделе статьи можете ознакомиться там источник приведены именно из суннистских источников и наглядно убедиться в этом конечно проклинал до проклинал и ругал такой интересный вопрос конечно но если есть необходимость да я прощение есть есть необходимость в каких-то примерах задам вопрос а если вы посчитали да не ответить мы пройдем я тоже подчеркну один важный момент шейф уже озвучил я тоже дополню все то что говорит шейф это все основано на исторических данных на хадисах просто сегодня у нас голоса звучат поэтому шейф турбан говорить своими словами но если кто-то хочет подробно в сервисе сегодня как бы у нас сейчас таком формате что мы озвучиваем нашу позицию да шинскую позицию по поводу личности муави ибн-абу-супьян но почему у шейфов такая позиция и все вот эти доводы которые интересуют наши они могут в принципе сами исследовать по тем источникам которые шейфская сторона предлагает для объектива вот да вот есть я приведу пример в саги муслиме приводится хадис если кто-то владеет арабским это хадис под номером 2404 я сейчас точно не помню если в русской версии перевод этого хадиса где муави ибн-абу-супьян обращаются к саду и в хадисе говорится амара муавиа ибн-аби-супьян садан что муавиа приказал саду и сказал мамы на океанта субба обратно что тебе мешает ругать то есть он приказывал сяду ругать имама али али ассалам сад отказался ругать имама али ассалам сад и он его спрашивает что тебе мешает что тебе препятствует мешать ругать его светлость алюбина виталия из-за которых он не может его ругать это то есть один из хадисов таких хадисов огромное множество один из хадисов который дошел в том числе до нас в том числе и всяких мыслями под номером 240 вопрос про я хотел прочитать скорее всего этот вопрос возник на почве какого-то обсуждения не мог вопрос такой возникнуть ниоткуда брат спрашивает правда ли что муавиа сказал чтобы его похоронили действие с волосами пророка и зубами пророка я прошу прощения за такой вопрос конечно но все-таки для того чтобы не оставлять темных моментов и чтобы этот вопрос не висел в воздухе я его озвучил зачем то есть для чего муави это делать зачем ему это делать то есть для того чтобы некий таборок был да то есть но это не вообще не соответствует духу и отношению муави к исламу почему потому что мы из разных источников дошедших исторических источников дошедших до нас знаем что у него была непримиримая до до конца его жизни до последнего его вздоха была непримиримая вражда к хашемидам к хашемидам эта вражда была и у абу суфьяна и у и у отца и абу суфьяна была то есть вот это вот между амиядами и хашемидами это вражда была и ислам тоже амиядами абу суфьянам и муави и езидам ислам тоже в этом ключе воспринимался то есть они не воспринимали ислам как некую религию божественное учение они воспринимали ислам как фактор укрепления и возвышения рода хашема а так как они были враждебно настроены к роду хашема то ислам они воспринимали как враждебный элемент до позже они как бы приспособились и научились пользоваться исламу но у них принципе была вражда к хашемидам неужели при таком отношении он бы стал бы какую-то не знаю подобное желание изъявлять я не встречал то есть в исторических источниках подобное но и принципе не считаю что это вообще возможно принципе такое учитывая то кем был мавиер почему его хатанда будет довольно отказался от власти если он обязан был правителем мусульман да то есть что грозила и маму основали салам если вам продолжил бы сражение смогли грозила бы смерть которая вообще ни к чему бы не привела бы это просто было бы просто тотальное поражение а так имам хазан алейсалат васалам дал с этим договором который он заключил с мави этим договором он дал понять что власть мави не принадлежит во первых во вторых он все-таки сделал попытку чтобы забрать власть у мави чтобы мави после себя никого не назначал то есть поставил перед ним определенные границы ограничивала его скажем так каких-то своих действиях и те за своих назначениях там завещаниях и так далее поэтому здесь был выбор между имам у имама хасана алейсалат салам был выбор и пасть мученикам причем мученическая смерть имам хазана она была бы совершенно не похожи на ту мученическую смерть которую которую удостоился его связь за симам хасана алейсалат салам и то есть было выбор был выбор между этим и тем чтобы все-таки что-то сделать в этом отношении в в том чтобы помешать и воспрепятствовать вот этому проклятому дереву упомянутому в священном коране коим является ротами от есть еще вопрос от брата правда ли что сын язида отказался от трона и критиковал своего отца язида за то что он сделал семейством посланник аллах асаламного ли вальса да такая такое сообщение имеется что он отказался насчет критики но это меня не встречал не думаю что это критика принципе было потому что на тот момент уже ездит умер но да-то отказ был спасибо большое лично от меня такой вопрос я бы хотел уточнить вот вы озвучивали историю гады хум когда пророк салам алейху 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 асалам назвал имама хасана своим мовля и наши уважаемые братья сунни трактуют это слово как друг можно ли расценить данный момент как гарантию того что имам алиса являясь в другом посланник аллах асалам никогда не может быть на стороне неправды и что любовь к нему и дружба с ним открыbuild и отказа от вражды с ним это обязательно можно ли это расценить так даже если взять вот минимальную интерпретацию что будем примем слова именно друг да конечно то есть если мы обратите внимание что говорит его свет с посланник аллах салалах алейхи алейхисалям переведем это как друг кому я являюсь другом тому и али является друг то есть его светлость посланник аллах салалах алиэзит он говорит что любой кто считает меня другом обязан считать алибина битали в лесу сам друга и суннитский ученый именно так и понимаю да то есть последние века там последнее время с распространением вот этого злосчастного ваххабизма понимание в принципе вообще хадисов и аят священного корана среди большинства мусульман начала исчезать куда-то а так сунницкие ученые толкователи они это так и понимали что это by обязанность что это некое обязательство верующего быть другом другом али быть другом то есть это обязательство почему потому что ну там еще как бы есть да скажем так контекст во всем этом обратите внимание это контекст тоже нам помогает понять слова его святости посланник аллах говорит а ласту ауля бельма умений на меня разве я не ближе к верующим чем они сами к себе это я священного корана до что пророк ближе к верующим чем верующие сами к себе что пророк ближе к ним чем они сами себе но что это означает пускай быть дружба пускай будет любовь и так далее хотя этим конечно все не ограничивается то есть священном коране всевышний говорит что пророк ближе к верующим чем они сами к себе и в своей речи посланник аллах асаллах спрашивает своих сподвижников разве я не ближе к верующим чем они сами к себе да и ауля ауля имеет 1 корень с и моля у них один корень если кто не знает а у аля стола бельма умений на разве не ближе к верующим чем они кса сами к себе и сподвижники говорят да да ты ближе к верующим чем они сами к себе и тогда это и только услышав этот ответ своих сподвижников посланник аллах асаллах алейхи 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 салям говорит манкунт маула фахад али юн маула то есть тот кому я ближе чем он сам к себе то и али ему ближе чем он сам к себе то есть и к верующим и из этого ясно и двусмысленно прослеживается что пророк имея его святость алибином биталия саллах асаллах имеет по отношению к верующим тоже отношение то же самое отношение которое к верующим имеет пророк то есть здесь ясно это прослеживать спасибо шейх брат задает вопрос это важно подчеркивает разве пророк не говорил что с помощью аллаха аль хасан то есть имам хасан алейхи салям воссоединит две общины мусульман и пророчество пророка случилось хасан отдал власть муавии чтобы больше не было кровопролитий мусульман этот хадис выдумал саму авиа то есть он через своих выдумщиков у него люди которые выдумывали хадисы через этих рассказчиков кавычках хадисов он этот хадис выдумал для того чтобы укрепить свою власть да то есть этот хадис очень и в в кавычках конечно хадис очень хорошо и прекрасно укрепил власть муавии то есть вот это соответствующее отношение появилось к его власти хотя если мы посмотрим допустим на речи самого имама хасана алейхи салата воссоалам то после заключения мирного договора кстати этот хадис да очень интересно этот хадис дошел и в суннитских сборников например табара не можем уль-кабири приводит хадис что когда мирный договор вот этот соглашение было заключено между его светлости имамом хасаном и мавии то его светлость имам хасан алейхи салата воссоалам зачитал 101 стоят суры анбия пророки в этом аяте говорится воин адреля аллаху фитна тум лакула матаун или ахин то есть я не знаю может это фитна для вас то есть это наказание для вас фитна в значении наказания то есть это наказание для вас или же временное наслаждение то есть м матаун или ахин ознакомьтесь с 111 аятом суры пророки анбия этот аят зачитал имам хасан алейхи салата воссоалам указывая пальцем на муавию после того как это соглашение было заключено то есть имам хасан алейхи салата воссоалам дал понять что муавия является для вас или наказанием или временным наслаждением то есть временное наслаждение в том смысле что как бы от 2 от то есть отодвигается срок в каком-то смысле временное наслаждение 101 стоят суры пророки поэтому этот хадис он выдуманный положение муавии с точки зрения любит она совершенно понятные очевидно еще вопрос если вы не против их можно задавать еще да да конечно что можете сказать о событии сахифа что входил кто входил в список подписавших этот свиток сахифа малюн был ли там муавии поскольку мне известно что этот свиток спрятали внутри кабы что было написано в свитке вспоминалось ли там агилаяти имама аренда да да о чем речь сахифа да хотите я повторю нет мне кажется что человек который задает вопрос он сахифу сахифы перепутал и думает что там какой-то список должен быть возможно возможно я просто за сахифа это навес сахифа это то есть это скрижаль это список там конце может быть сахифа это навес да то есть это был были ансары собрались под навесом и пытались выбрать лидера правителя к ним присоединились трое мухаджиров омар абдуррахман и а вот который и выбрали в общем-то абу бакра а честно говоря о чем то есть что за список я не совсем понял возможно здесь будет вопрос да из названия этот вопрос вопрос кайл ли из язык перед всевышним после убийства имама хусейна россии но этот вопрос немножко отдаляется от темы личности мави ибо надо суфьяна потому что тут вопрос про ези да уже это уже совершенно другая тема но если шейх не против да дело в том что когда семейство посланник аллах салала ли салам прибыла в шам да то есть все прекрасно знают что пленных то есть женщины и детей посланник аллах салала ли салам привели в шам вот все весь этот путь они проделали из ирака в дамаск и в том числе и головы несли они отрубленные и когда эти люди пришли в дамаск там был праздник они устроили праздник то есть в дамаске был праздник связи с убийством семейства посланник аллах люди праздновали и сам езит устраивал праздничные мероприятия и в программе праздничной программе было так скажем вывести пленных к людям то есть это они практиковали то есть они выводили этих пленных к людям чтобы но люди там знак праздников знак радости того что умерла семейство посланник аллах салала ливи сам они там закидывали их камнями и так далее ну и так далее то есть так или иначе пленные сталкивались с народом и пленные знакомили себя с народом почему потому что обратите внимание это граница с византией это очень далекая . это в общем то есть переграничные территории халифата довольно таки далеко от медины люди пророка не видели дамаск дамаскские люди пророка не видели они в принципе ислам не знали они познали ислам через муавию то есть то как мавия преподнес им ислам так они его и знали и естественно они воспринимали семейство посланник аллах салала ливи салям как врагов ислама как вышедших из ислама именно поэтому они праздновать то есть для них это были злейшие враги ислама самые худшие люди на земле и поэтому когда привели этих эти головы этих пленных они праздновали но в этих встречах которые были у пленных с народом эти пленные знакомили себя с этим народом и говорили кто они и кто был убит и кто такой езид и кто такой муавия и народ слушал это и проникался этими речами речами и и свет и в итоге так получилось что люди поняли что произошло и восстали то есть не то что восстали а накалялась обстановка раз росло недовольство езидам и праздничная ситуация сменилась травмной ситуации то есть люди не праздновать перестали праздновать а начали горевать и держать траур по семейству посланник аллах и под влиянием этого езид делал вид что он покаялся что он пожалел и даже какие-то почести оказывал пленным подарки дарил и так далее и так далее всячески пытался убедить их находил виновных в лице убить дуллах ибнезиада якобы это он во всем виноват но то есть если мы проследим всю ситуацию от начала до конца и обнаружив что сначала идет празднество потом идут речи этих пленных эти речи влияют на народ растет недовольство в народе и езид меняет свое отношение к этим пленным то все совершенно понятно что это всего лишь было осознание своей политической ошибки а не покаяние перед аллахом и попытка исправить эту ошибку хотя бы минимизировать бред от нее так сказать выдав за себя за покаявшую ситуация была такова следующий вопрос таков это задает вопрос наш участник который придерживается атеистических взглядов но интересуется исламом вопрос таков секундочку не могли бы вы указать светские источники где бы фигурировали алкоголизм и прочие нечестивые склонности язида то есть я так понимаю что нашего уважаемого участника интересуют именно не исламские источники которые подтверждали бы те самые хадисы которые говорят об этих склонностях язида ибн муа светские источники то есть обратите внимание историю как да то есть историю историю ислама историю мусульман все эти предания все эти истории дошедшие до нас о халифах точнее о езиде писали верующие люди автор этих историй были мусульманами были верующими поэтому в принципе это невозможно чтобы как был какой-то источник именно не мусульманский какой-то источник ну это принципе невозможно даже если мы найдем там какие-то статьи в википедии например или еще где-то найдет статьи еще и где книги найдем есть книги например посвященные жизни его свет посланник аллах написанные не мусульманами я сейчас точно не вспомню авторов этих книг я как-то давно знакомился с ними там допустим фигурирует факты эти но все равно так или иначе они ведь ссылаются на мусульманские источники то есть невозможно принципе здесь найти какого-то другого источника это даже теоретически невозможно я бы еще хотел дополнить ваше разрешение силу короткого срока правления вида качестве халифа насколько я помню он правил очень мало то ли два года поправьте меня если я ошибаюсь три года восемь месяцев до три года и я думаю что за это время не мусульманских историков или исследователей наверное вряд ли появилась на этой территории который бы изучали бы этот вопрос и скорее всего да конечно в основном историю ислама писали именно люди которые окружали ходили в окружении правителей ислам да совершенно верно то здесь принципе искать какие-то другие источники это не оправдывает следующий у нас вопрос мави проводил ли пятничную молитву в среду и какие у него были доводы доводов я не знаю какие у него были по моему я слышал что такое что-то был как еще раз пятничные молитвы в среду пятничную до пятничную молитву в среду не знаю не сталкивался с этим я вроде как слышал что по моему во вторник что ли он проводил впрочем не будем голословить так велелый пророк убить муави если он поднимется на минбар пророка так убить я пытаюсь помнить потому что есть хадисы о аминбаре и эти хадисы известны вот у меня я сейчас не буду утверждать ну да не надо да 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 я прошу прощения да и есть хадис которым говорит факту люда и дара и ту мави аля минбаре факту руку да есть такой хадис что если увидите на моем обью вы на на моем мембаре то убейте его есть такое предание от посланника лосова никто точно достоверности пока не достоверности не я не буду утверждать даже скорее всего недостоверно я хочу для слушателей отметить пакт возможно здесь не только мусульмане слушать то есть сам сам само наличие того или иного хадиса который говорит о таких вещах это еще не значит что это все достоверно это было именно таким образом но в любом случае если задается вопрос таким образом что если об этом что-либо обычно исламские ученые говорят что вот есть такой вот хадис но о достоверности никто не ручается следующий вопрос правда ли что византийский царь отправил письмо мави ибн абу суфьяна чтобы они воевали против имама аллея и мави отказал спасибо не скажу не знаю так ну наш голосовой чат длился примерно час и 20 минут я думаю что нам уже пора завершать потому что не хотелось бы долго задерживать вас отнимать у вас драгоценное время хотел в первую очередь поблагодарить его за то что вы не отказали на приняли участие сегодняшнем голосовом чате ответили на все наши вопросы ну и на все конечно я прошу прощения у остальных участников до которых мы не дошли но вы сами понимаете что вопросов может быть очень много а времени очень мало и на все ответить к сожалению в один день за время чата не представляется возможным иншаллах если предоставить такая возможность снова если будет к эта тема обсуждаться те вопросы на которые вы не получили свои ответы влах озвучите хотел бы предоставить слово вам шеф если есть ли у вас что-либо еще сказать дополнить пожелать скажем так вас слушаем внимательно да и хотелось бы конечно обратиться ко всем и сказать что вот этот приверженность каким-то личностям каким-то людям каким-то движением каким-то названием да это все абсолютно никакой пользы нам не принесет в судный день и нам необходимо ориентироваться в оценке событий ориентироваться в оценке тех или иных личностей в оценке тех или иных убеждений тех или иных взглядов всех или иных поступков и так далее вообще в оценке всего ориентироваться на то что говорит ислам и отбрасывать здесь абсолютно все начиная от мнения бабушки и дедушки и заканчивая мнением своих окружений мнением того о том кем были твои предки кем они не были то есть необходимо для самого же себя для самого человека для его собственной пользы необходимо объективно подойти к вопросу в том числе вот к этому вопросу который мы обсуждали и посмотреть каково мнение точка зрения священного корана суны и вообще ислама на это и оценивать исключительно с этой точки зрения а поняв оценку ислама поняв и осознав оценку ислама необходимо смириться то есть аслана ислам до смириться с привить смиренность и принять это они продолжать упорство типа вот это вот упорство есть настоящее истинное качество неверующего человека и не мусульманина благодарю организаторов данного чата я надеюсь что общение наше было на пользу спасибо большое я бы хотел еще последнее слово сказать пару слов для того чтобы уточнить один очень важный момент который я понимаю что нужно пока что повторять из раза в раз потому что наш чат новый открылся буквально пару дней назад хочу подчеркнуть наши цель целью открытия данного чата не является обидеть кого-либо доминировать над кем-то чтобы одна идеология доминировала над другой цель этой группы этого чата заключается в мирном диалоге представителей различных течений религиозных нерелигиозных для того чтобы задавать друг другу вопросы узнавать у друг друга напрямую те моменты которые нас интересуют чтобы наше мнение друг о друге формировалась не на основе слухов а на основе четкого ответа представителей этих самых убеждений я думаю что иншаллах надеюсь на это что наш чат будет тоже свою очередь полезен для участников мы снова приглашаем всех к нам чат те кто не хочет переписываться но при этом не хочет пропустить голосовых чатов они могут подписаться но поставить на беззвучный режим чтобы не беспокоились когда голосовой чат объявляется тогда идет массовая рассылка всем участникам а если кто-то не хочет участвовать в целом но хочет подключаться во время голосовых чатов опять же мы будем в любом случае размещать ссылки на нашем чате и они будут также рассылаться нашими участниками если вы имеете связь с ними то они по-любому будут вам их пересылать благодарю всех за участие и самое главное уважаемого шейха курбана мирзаханова спасибо вам за терпеливый и хороший ответ асаламу али-кум алитпу славы holy